Большинство из нас знакомо с числом π еще со школы. Для школьной программы достаточно было запомнить всего две цифры после тройки. Соответственно, число π равно 3,14. На самом же деле, после числа 3 тянется бесконечное количество цифр. Недавно был установлен новый мировой рекорд по подсчету количества цифр после запятой. Он равен 31,4 триллиона знаков. Для этого было использовано общедоступное облачное программное обеспечение. А знаете ли вы, что существует даже день числа π? Его празднуют 14 марта. Эта дата выбрана не зря. Третий месяц года — 14 число. А означает это число — отношение длины окружности к ее диаметру. Давайте узнаем еще некоторые любопытные факты об этом загадочном числе. Поехали! 14 марта — не только день числа π. Это еще и день рождения Альберта Эйнштейна. День рождения последнего человека, который побывал на Луне Джина Сернона. А еще и астронома Джованни Скиапарелли. Этот праздник стали отмечать с 1988 года благодаря физику из США Ларри Шоу. Известно даже время празднования. 1 час 59 минут 26 секунд. Это именно те цифры, которые следуют после 3,14. Всемирно известный модный бренд Джованши выпустил линейку парфюма «Пи». В нем, по мнению создателей, заключена тайна иррационального числа. Этот аромат создан для активных, интеллектуальных, энергичных и мужественных людей. В нем присутствуют ноты базилика, сосновой хвои, настурции, розмарина, цитруса, ванили, лаванды и миндаля. Чтобы проверить вычислительную мощность компьютера, следует вычислить на нем число «Пи». Это некая цифровая кардиограмма компьютера. В 2019 году был установлен новый рекорд по количеству знаков после запятой. Он равен 31,4 триллионов знаков. Если вы напечатаете только лишь миллиард знаков числа «Пи» после запятой обычным шрифтом, то такая строчка цифр будет тянуться от Нью-Йорка до Канзаса. Английская фраза «I prefer P. Я предпочитаю Пи» является палиндромом. Ее можно одинаково прочитать как слева направо, так и справа налево. Так как число «Пи» является иррациональным, то технически любой продуманный вами набор цифр может находиться в числе «Пи». Это может быть и день вашего рождения, и любой пароль, и номер банковских карточек. А если использовать программу, которая преобразовывает буквы в числа, то здесь можно будет даже найти все собрания сочинений Пушкина, Библию или любую другую книгу. Число «Пи» играет огромную роль в системах наведения, которые установлены на космических станциях и спутниках. Так, во многих расчетах, где используется число «Пи», для навигации и управления используют 15 цифр, а для космической системы глобального позиционирования используют 16 цифр. Первый миллион знаков числа «Пи» после запятой состоит из 99 959 нулей. Единиц в его составе 99 758, двоек 100 026. Троек 100 229. В первом миллионе чисел нет последовательности цифр 1, 2, 3, 4, 5, 6. Но есть последовательность 1, 2, 3, 4, 5, которая встречается 8 раз, и 3 раза продолжается цифрой 5. Существует позиция 7, 6, 2, которая называется точка Фейнмана. Именно с нее начинаются 6 девяток подряд. Истинную площадь круга не удастся вычислить. Так как число «Пи» иррациональное, то никогда не получится вычислить фактическую окружность и площадь круга. Специалисты считают, что число «Пи» использовали во время строительства Вавилонской башни и храма Соломона. А обрушились они не из-за того, что боги разгневались на жителей, а из-за неточностей расчетов строителей. Своё обозначение буквами это число получило намного позже своего открытия, в 1706 году, благодаря ученому Уильяму Джонсу. Название числа «Пи» образовано от первых двух греческих слов «окружность» и «периметр». Число «Пи» носит и другие названия. Число Людольфа, Круговая Постоянная, Архимедова Константа. В конце XIX века в США чуть не приняли весьма абсурдный законопроект, согласно которому число «Пи» равнялось бы 3,2. Но благодаря протестам научного мира этот закон так и не приняли. Число «Пи» бесконечно, поэтому любые компьютерные вычисления не дадут конечного результата, а только поможет получить уточненное значение. Число «Пи» высечено на надгробии нидерландского математика Людольфа Ван Цейлина, который более 10 лет потратил на то, чтобы вычислить «Пи» с точностью аж до 35 знаков после запятой. Именно поэтому он завещал, чтобы это число высекли на его памятнике. О числе «Пи» было снято немало фильмов. Так режиссер Даррен Аронофски выпустил фильм «Пи». Кинокартина вышла в 1998 году и рассказывает о математике, которой пытается найти число-ключ. Это число является основой всех закономерностей, которые встречаются в природе. А его вычисление может привести к сумасшествию. Также число «Пи» встречается в фильме «Сеть», «Разорванный занавес», «Стартрек» и в научно-фантастическом сериале «В поле зрения». «Пи» располагается на 16-м месте в греческом алфавите, точно так же, как и буква «Пи» в алфавите английском. Еще в 2000 году до н.э. в Вавилоне подсчитали, что отношение длины окружности к ее диаметру всегда будет равна 3,1. В Древнем Египте эта константа равнялась 3,1. Весьма необычный факт. Средняя река имеет извилистость, равную числу «Пи», и это независимо от числа поворотов и длины реки. Извилистость реки можно посчитать, поделив длину извилистого пути на длину реки от начала и до конца. Существует «Пи-клуб» – клуб любителей этого удивительного числа, а попасть в него можно, назвав как можно больше знаков числа «Пи». Числом «Пи» интересуются не только математики. Так музыкант Дэвид Макдональд решил разложить это число на ноты и сыграть его. В основу он взял 122 знака после запятой. В результате вышла весьма красивая мелодия, которую может услышать любой желающий. Найти ее легко в Ютубе. Числу «Пи» посвятили даже несколько памятников. Один из наиболее известных можно увидеть в Сиэтле в США. Памятник находится у входа в Музей искусств. Архимед был первым ученым, который предположил способ вычисления числа «Пи». Число «Пи» используют и в других формулах. Так, Альберт Эйнштейн использовал число «Пи» при вычислении общей теории относительности. Также число «Пи» можно встретить в преобразованиях Фурье, квантовой механики и статистики. Исаак Ньютон смог вычислить примерно 16 цифр после запятой. Платон смог получить очень точное значение числа «Пи». Он сложил корень из двух и корень из трех. И получил 3,141592. Пирамиду Хеопса строили тоже, учитывая число «Пи». Это понятно из соотношения между высотой и периметром основания пирамиды, которая равняется 3,14. Число 3,14 в зеркальном изображении можно прочитать как «Паи», что переводится как «Пирог». Первые 144 цифры после запятой в числе «Пи» заканчиваются цифрами 666. В Библии три шестерки считаются числом зверя. Существует огромное количество техник, чтобы легче запомнить число «Пи». Специалисты придумывают тексты и стихотворения, помогающие запомнить цифры в правильной последовательности. Интересно, что было бы, если бы люди не открыли число «Пи». Самый популярный ответ – колеса были бы квадратные. Люди бы все измеряли квадратами, и все круглое тоже бы было квадратным. Некоторые ученые считают, что без числа «Пи» и вовсе не было бы современной математики. В любом случае число «Пи» можно назвать самой таинственной и загадочной математической константой, имеющей бесконечное количество цифр. А какой факт о числе «Пи» вас удивил больше всего? Пишите в комментариях и подписывайтесь на канал!